Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы знаете, на канале Семена Чемоданов. С вами я, Славян. Сегодня сделаем огромный обзор магазина Macro Cash & Carry. Именно в этот магазин вы нас столько раз уже отправляли. И говорите, съездите туда, там все дешево, большой выбор. Насчет большого выбора я точно уверен, потому что магазин очень большой. А по поводу цен мы с вами узнаем в этом выпуске. Естественно, там немножко закупимся и посмотрим, насколько это вышло. Потому что мы уже закупались во многих магазинах и действительно очень интересно сравнить, а стоит ли вообще сюда ездить. Потому что он от нас находится, ну, так сказать, далековато. И нам нужно сюда добираться на такси. И еще в этом выпуске будет не только магазин Таштой. Смотрите внимательнее, не переключайтесь, ставьте лайкосики, пишите комментарии и погнали. Мы постоянно стали ездить на такси, потому что для нашей семьи это самый удобный транспорт. Большая семья. Сейчас ищем водителя. Вот, пожалуйста. Honda Accord. 8 минут. Сразу выбираем первый попавшийся. У нас прям какой-то нереальный опыт получается в плане машин. Сегодня мы ездим на Honda Accord. Отправляемся. А самое что интересное, мы только сели в тачку и парни... Что нашли? Айфон. Я нашла на сидушке айфон какой-то. Айфон пятнадцатый и про. Да, прикиньте, кто-то забыл. Вот, отдали его водителю. Наверное, как-то он будет возвращать его. Ну, айфон дело такое, их можно всегда отследить, найти. А мы отправляемся ремонтировать телефон на стенке. Мы приехали в очень интересный район. Это все так же Паттайе. Покажу вам здесь прям на самом деле такой местный-местный райончик. Наша задача найти сейчас, где делают телефоны. Потому что у Настенки, короче, в телефоне была трещина на экране. И она вчера решила телефон помыть под водой. И все. Экран у кирдык. То есть телефон работает, но экран полностью потух. Списался сегодня с несколькими компаниями. Вот в одной компании нам зарядили, значит, 2500 бат. Сейчас попробуем зайти туда и узнать, сколько это будет стоить. Сейчас они делают диагностику. Заодно подтвердят сейчас по цене. Но, по крайней мере, здесь вон делают все подряд. В принципе, фошки тоже. Можно сюда занести нашу залитую GoPro. Мальчики, кстати, здесь тоже делают. Все вот такая, видите, лаборатория. Глава Стив Джобс. Все, оставили мы телефон. В общем, вот на калькуляторе он написал, что 1500 будет стоить и не очень экран, а 2500 будет стоить и хороший экран. Поэтому, конечно, 2500, вот. И самое, что интересно, что у Настенки на картах все деньги, а у нас с собой есть только 1000 бат. Это нужно сейчас будет, как только он сделает, закинуть денег, потом быстро найти здесь банкомат, бежать в банкомат. Вообще, понимаете, да, у нас целый квест получается с этой техникой. Но, что поделать? Ну, что поделать? К сожалению, такого уровня, чтобы, типа, разбился экран и пойти сразу купить новый айфон, мы пока не достигли, но это только пока. На самом деле, мы находимся сейчас вообще недалеко от Волкинг-стрит. Мне кажется, если пойти куда-то вот налево, там, сколько-то метров, и мы уже там окажемся. А здесь вот, кстати, на самом деле, огромное количество ремонтов техники. Я просто выбрал, где, ну, цена и отзывы очень хорошие, хвалят, в принципе. В этом районе очень интересная архитектура. Смотрите, какие домики. Вообще, они не похожи на обычные, которые мы чаще всего видим. Но это не все. Вот видите, вот это здание вообще такое разноцветное. Получается, каждая квартира, видимо, имеет свой балкон и свой цвет. Так, ну, вот. Работает. А сколько времени? Не знаю. Ну, вроде все работает, яркость, все выребут. Должно все быть нормально. Но единственное, что это не оригинал, но экран хороший. Минус 2 500 бат. Это оригинал? Держи. Нет, спасибо. Кто такой его? Доброе утро. Сидим на картышах в центре города и ждем, когда приедет такси, потому что мы сейчас поедем в большой магазин. Марко или Макро называется. По-моему, Макро все-таки. Там его многие рекомендуют. Типа, там нужно закупаться. Но на самом деле, просто даже хочется сделать большой обзор этого магазина, самим посмотреть, что там по ценам. И если действительно будет ли выгода, мы об этом узнаем в конце выпуска. Так что не переключайтесь. Сейчас все сами посмотрим. Еще это какой-то у нас максимально странный водитель. Ехал отсюда, поехал сюда, обратно сюда едет. Пишет уже, что задерживается. Вы можете связаться. Странный какой-то парень к нам едет. Вон едет наша белая потеряшка. Я не знаю, просто кругами ездил, никак не мог найти. Во, приколись. Да, Мироша, мы едем, едем, не переживай. Если вы сюда приедете без налички, так же, как и я, ничего страшного. Здесь прямо на входе стоят банкоматы разных банков, что очень удобно. Есть небольшой фудкорт и есть туалеты. Здесь огромная парковка. Конечно, очень удобно для тех, кто приезжает на байке либо на машинах. Но у нас ни того, ни того. И, конечно, у нас, например, такси. Получается, в чек о покупке нам нужно будет еще вкрутить такси туда-обратно. Вот это примерно 300 бат будет у нас выйдет. Ну вот, собственно, мы и попали в сам магазин. Реально большой. Тут он, видите, все даже на палетах стоит многоярусный. Есть, значит, уже наборы на Новый год. Вот можно покупать. Вот, например, такой стоит 990 бат. Дальше отдел овощной, мясной. Например, давайте посмотрим. Картоха. 179 бат. Это картошка при. Конфетки. Ну, с чем будем сравнивать? Родион аккуратно, тележки едут. Например, давайте я вам покажу из понятного, да? Это Рафаэла. Обычная упаковка. 249 бат. Что я считаю до хрена. Терророше вообще 500 стоит. Это маленькая, да? Есть вон детские всякие огромные чупа-чупсы по 45 бат. Ну, это на самом деле такая история, которая вообще многим не нужна. Давайте пойдемте посмотрим, что у нас по овощам. Овощи. Красная капуста, 35, перец. Вот, например, фасовка здесь идет, получается, по килограмму. 119 бат. Вот на развес они по 129, по 149. Здесь вот фрукты Dragon 47 за килограмм. Кстати, нормальная цена на Dragon на рынке подороже. Но не факт, что здесь будет такой же вкусный. Это кто? Это груши 49 бат тоже. Кстати, большой выбор груш. Такие разные. 109 бат гранаты. Но гранаты, кстати, очень мелкие. Мы недавно покупали большой за 120 бат на рынке. Так, также хочется посмотреть по авокадо. Это 39 бат за килограмм. Виноградов тоже всякие разные. Их много. Вон, по 180, по 149. Так, арбузы. Арбузы 35 килограмм. Мы примерно берем за 50 арбуз или за 100. Ну, по-разному. О, огромный выбор яблок. Средняя цена, примерно. Сейчас скажу вам. Ну, 110 бат средняя цена. На яблоке. Кокосы здесь. Кокосы здесь вот в такой вот упаковке продаются. 8 штук. 235 бат. Вот, в принципе, если на семью покупать, вот как на нашу, то, конечно, лучше взять в такой упаковке. Получается, гораздо выгоднее. Так, дальше двигаемся. Здесь можно купить тыкву цельную. Мешками упакованы кабачки. Мешками. Это я не знаю, что такое. Вот мешком можно купить, например, огурцы. Вот, смотрите. Я не знаю, правда, сколько здесь вот килограмм. В одном пакете, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, вот непонятно, сколько они стоят. То ли 29, то ли сколько. Зеленые помидоры. Ну, и куча-куча зелени. Вот картошка здесь сразу видно. Очень выгодная. И морковка тоже по 39. Мы на рынке берем и картошку, и морковку. Там общая цена 50 бат. Ну, прикиньте, какая разница. То есть, да, окей, с этим прям вообще согласен. Ну, здесь всякий чеснок, лук, приправки. Вот это именно здесь все можно покупать. Это что такое у нас? Чечевицы, да, по-моему? Чечевицы зеленые 36 бат стоит. Так, я не совсем разбираюсь в рыбе, но это рыбное дело. Сами посматривайте цены. Вот какая-то вот эта 189 бат. Вот эта рыба по 90 бат. В общем, цены разные. На все рыбы это, понятное дело, этот вот красный, это, по-моему, у нас окунь. Насколько я правильно понимаю, 108 бат за килограмм. Ну, слушайте, ценники на рыбу достаточно приемлемые, я вам скажу. Здесь также можно купить свежие вот кальмарчики. Пожалуйста. 200 бат. Креветки можно взять, можно взять маленький косминозик, 169 бат. Огромные есть лобстеры. О, это вообще скаты какие-то. О, ужас. Нет, такое я не хочу есть. Вот посолоные уже есть креветки большие. О, какие здоровенные. 1179 бат. Ну, а также можно, кстати, купить живую рыбу. Вот, пожалуйста. О, а это огромная форель. 340 килограмм. Вот покупаешь, дома разделываешь и засаливаешь. Вот уже есть сортированная форель. Например, вот кусок вот такой стоит 230. Я вот не знаю, малосоленая она или не малосоленая. Скорее всего, ее надо будет еще засолить. Ну, цехи разные вообще куски на самом деле. Да, вот Настенка правильно говорит. Если на Новый год закупаться, прям столы накрывать, то, конечно, это лучше делать здесь. Молоко сейчас посмотрим. Например, вот которое мы берем. Вот такую вот канистру двухлитровую. 95 бат. Ну, вот, например, такой берем. Конечно, какие в 7-11 они стоят. Абсолютно. Большой выбор сыров. Таких только нету. Есть у нас, видите, огромные упаковки. Я не знаю, тут 20 с чем-то килограмма получается. Есть уже натертые сыры. Вот очень удобно. Не знаю, пиццу есть или пить дома. Посыпать. Моцарелла есть. Я поприла моцареллу. Есть различные сосиски. Непонятные, кстати, какие-то. Вообще даже без холодильника лежат. Что это такое, даже неизвестно. Это лапша? Лапша, да. Всякая разная. Вот это, кстати, прикольная вообще. Это 5, видишь? 35 бат стоит. Так, а здесь у нас что-то сушеное. Я даже не понимаю вообще, что это такое. А, вот они, сосиски начинаются. 129 бат. Ну, в общем, выборы огромные-огромные. Вот я вообще за что не люблю большие магазины. Даже вот у нас не люблю всякие Ашаны, Глобусы. Почему? Потому что выбор огромный. Ты ходишь и просто тратишь время на выбор. А по факту все то же самое можно купить в обычном маленьком магазине. Даже если это будет чуть-чуть дороже, то ничего страшного в этом нет. Дошли, пожалуй, мы до основного. Это мясной отдел. Мясо здесь, конечно, вообще здесь. Чего только нету. Различные части различного мяса. Вот, фоло-битс 79. Ребрышки. Вот, пожалуйста, 152. Ребра стоят. Это всякая свинина, различные части на шашлык. Ну, вот ценники, глядите, да? Про все цены-то вряд ли что я смогу прям так четко сказать. Так. Хайп форо-битс. Вот, например, фарш по 115. Готовый такой тюкель лежит. Мне в этом плане нравится, когда ты берешь просто нормальный кусок мяса, даешь им, и они тебе сами делают фарш. Но это что такое вообще непонятное? Что это? Что это за мясо по 120 бат? Вот это фарш говяжий. А вот говяжий взять. Самая дорогая австралийская говяжина здесь, я так понимаю. Ага, австралийская говядина. Цены на австралийскую говядину, пожалуйста. Ага. Ну, так и хочется сказать, что вот цены на австралийскую говядину примерно как на баранину в Турции. Примерно то же самое. Не на баранину, а на говядину. Ну, на говядину, да? В принципе, то же самое. Так, ну, пойдемте дальше смотреть по прилавкам. Мы пока ничего не берем. Хочется проще вообще пока прицениться, посмотреть. Здесь... Ну, пока я не вижу прям вау какой-то разницы с тем, куда мы ходили. Фудмахет. Рыба красная стоит так же, да? Большой выбор, да? Много свежего. Вот, то есть, если на стол, допустим, в Новый год, да? На кровать, то, конечно, удобно приехать большим объемом. Сюда купить на гору. Не, ну, здесь, например, вот смотри, как яйца продаются. Упаковка 620 бат. Большая упаковка. Это сколько там? Мы покупаем за 130 с чем-то десяток. Давайте здесь посмотрим, сколько стоит десяток. Вот, ну вот, 149-132. На 30, да, та же самая цена. Это что? Это масла какие-то. Это у нас идут заморозки. Замороженная рыба. Ну, ценники смотрите, да? О, большие пачки. Так, ну, это они везде, кстати, продаются. Вот, посмотрим по макаронам. Ну, какие-то прям вообще там 60-70. А мы не такие берем? Мы в нашем брали в магазине, в фудмаркет макароны по 40, по-моему, да. А это не они? Нет, это не они. Нет. Это не они. Сейчас попробуем найти именно тот бренд, именно тот бренд макароны. Вот тоже сравнить по... Ну, можно. По 79. Здесь вот, Альша, отдел какой-то вообще одноразовой всякой посуды, пакетов мусорных и так далее. Ну, видите, вот здесь как-то оптом можно все покупать. Вот, есть у вас какое-то заведение. Огромная-огромная пачка трубочек. Сумки, огромные. Да, вот зачем такие огромные трубочки, непонятно. Такие заменители, разумки, какая огромная трубочка. Так, понятное дело, здесь салфетки, пакеты, стаканчики вот одноразовые. Ну, здесь, видимо, закупаются как раз вот компании, у кого есть какие-то кафещики, магазинчики. Конечно, да, согласен, очень удобно. Гречневая лапша, рисовая лапша. Гречневая лапша, ну, вот по 60 бат. 60 бат. Ну, дофига на самом деле, ценники вообще прилично, да. Ну, для нас. Ну, да, ну, это японский отдел, это именно не их, а японская. Но мы просто любим такое в России, ну, сколько в России. Напишите, сколько в России сейчас стоит рисовая, например, японская, да, или соба вот гречневая. Сколько у нас стоит? Я думаю, что гораздо дешевле, чем здесь. Да, 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 на 2,5 можно смело умножать эти цены. Ну, 150 рублей упаковка, например, стоит, да? Напитки всякие, естественно, тоже можно брать упаковками. Вот, например, Чанг. Сколько здесь банок у нас? Много. Вот Чанг Голд. Ну, получается, одна выходит по 47, да, это на 3 бада выгоднее, чем, например, брать в магазине. Ну, суммарно получается, с каждой банки по 3 бада получается норм. Окей, за пивком в Чанг. О, Асахи, японское пиво, кстати. Да, но здесь, видите, поштучно ничего нет. Именно надо брать упаковками. Соки, кстати, здесь тоже так же продаются пачками. Ну, вот минимум 3 штуки. 3 штуки – 199 бат. Батю возьмем, пошли. Так, куча всякой. Вот просто воды, минералки. Минералки, кстати, вообще здесь дорогая. Прям вообще стоит ого-го. Мы к таким ценам точно не привыкли. Вот всякие напитки, маленькие соки. Вот. Так. В общем, здесь одел напиток. Ну, плюс-минус, я думаю, что понятно, что по цене. Так, давайте направо пойдемте вот сюда. Это здесь одел всякие чипсы. Чипсы брать там, например, кокосовое молоко в упаковке. Ну, чуть дешевле там оптом берешь, потому что на 3 бада выигрываешь. Но опять-таки, да, сюда нужно доехать, потратить время на этот выбор. А это так, чтобы уже история получается. Всякие вон... Что это? Томатные пасты тоже упаковками. Ну, все упаковками. Так, ладно, давайте двигаться дальше. Вообще, на самом деле... Вы вот ценники сейчас видите, пишите цены, какие у вас в вашем городе. Вот, типа, растительное масло, наверное, да, тоже упаковками. А это, кстати, огромный отдел бич-пакетов, бомж-пакетов, да. То есть, вот, оптом можно купить, когда вон канистрами, канистрами какое-то масло продается. Следующий отдел. Здесь у нас рис. С рисом нужно быть тоже, кстати, внимательным обязательно, потому что у них здесь разновидности. Вот просто посмотрите на эти стеллажи. Это все рис, и они все абсолютно разные. Я тут купил рис вообще стеклянный, который готовится на пару. Перед этим замачивается, значит, 2 часа. Ну, вот, 130 бат получается, да. Вот эта упаковка. Здесь 5 килограмм риса. Ну, вот он готовится просто вот в рисоварке. Пык-пык-пык и все. Собственно, рисоварка у нас есть. Вот, можно, в принципе, взять. Но, опять-таки, нужна ли такая упаковка 5 килограмм? Ну, не знаю, не знаю. Это мука, да, целые мешки можно взять. Да-да-да, панировка всякая здесь в этом отделе продается. Нам, кстати, надо кофе посмотреть. Ну, вот у нас, например, рядышком есть мини-магазин Лотос. Там и мясо всегда есть свежее, и цены адекватные. Пока выгоды особо я не увидел от этого огромного магазина. Здесь мы попали в отдел всяких хлопьев. Вот 109 мы, по-моему, также и брали эту пачку за 109. Не-не-не, Артем, поставь. Мы не будем брать хлопь. Нет-нет. Так, здесь различные чаи. Здесь вот есть различные топпинги. А, это вообще-то не топпинг, это мед. Конкретно это. Да, прикольно. Так, интересно найти кофе какое-нибудь. Вот они, топпинги, топпинг манин. По профессии своей бармена, помню, у нас всегда в баре стояли маниновские сиропы. Сиропы классные. Так, вот оно, кофе. Надо какое-нибудь сейчас взять нам в кофе машину. Но это все зерновое, его нужно молоть. А вот это... А, вот, кстати. Вот на инструкции вот и написано как раз. Вы его аккуратно ставите? Можно взять по цене 125. Ну, наверное, его и возьмем. А, обжарка двойка, слабенькая. Вот у нас есть обжарка посильнее, четверка. А есть еще, видимо, пятерочка. Ну, ладно, четверки будет достаточно. Это чуть подороже, 137 стоит. Также, естественно, большой отдел со всякими сантехническими средствами. Вон, видите, в таких огромных канистрах это все продается. Это что это? Порошок, средства для посуды. Огромные-огромные тюки, конечно, вообще. Здесь огромные фасовки этого тоже порошка. Есть даже вот такие вот. Порционные. Кстати, тоже очень удобно в путешествии. Об отдел бумаги. Здесь прям тоже все огромными пачками. Огроменечными просто. Дальше попадаем уже в отдел мыла, шампуни. Где мы делаем мыла? Тоже огромными пачками все это дело продается. Ну, говорю, оп, там прям идеально затариваться. Но, не знаю, нам это вот не надо. Вот думали для туалета взять, типа, до места. А здесь тоже либо канистрами пятилитровыми, либо огромная упаковка. То есть вообще не подходит уже. Вот, например, Липтон, видите, продается такой паковкой. Три пачки. Получается, он стоит 210 бат. Мы берем пачку по 83. То есть, опять-таки, считанные копейки выигрываешь. Еще он мне показал вот куриный отдел. Вот по ценам тоже смотрите. Короче, мне единственное, что не нравится, что все вот так открыто лежит. Все подходят, ковыряются. Ну, так себе история. Вот Тони смотрел наши выпуски, пересмотрите. Там где-то вот мы ходили в Лоц, который возле нашего дома. Там вот прям небольшие вот эти вот отделы мясные. Но, по крайней мере, всегда все свежее. И вот так вот массово никто не ковыряется. И мне кажется, даже голень дешевле у нас. Да? Ну, по-моему, да. Вот так мы все взвешиваем, все это дело. Настенка еще взяла грудку. По-моему, вон, 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 вон. Да, положи. А люди здесь еще берут прям не просто килограммами, а десятками. Прикиньте. То есть 15 килограмм, 25 килограмм. У них огромные-огромные пакеты, такие мешки. Помимо свежего мяса, можно, конечно, взять заморозку. Вон, всякие стейки, видите, есть. Но мы, например, терпеть не можем заморозоченное мясо. Да, тут за лед платят. Да, тем более лед и так далее. Там есть там рядом свежая, хорошая, да, свинина мы брали. Но поэтому не вижу смысла вообще. Здесь, кстати, вот еще продаются цельные замороженные осьминоги. Вот так это выглядит. Стоит 677 бат. 675, точнее. Есть еще замороженные огромные лобстеры. Стоит 800 бат. Ну, вообще прикольно. Ну, правда, замороженные. Хвосты кого-то по 600 бат. Но морепродуктов замороженных вот огромное количество. Можно что угодно взять. Даже можно взять вот такую вот. Я не знаю, сколько здесь килограмм. Ну, просто она огромная. Больше метра, наверное, в длину рыба. 315 за килограмм. Атлантическая. Темная, наверное, какая-нибудь. Вот сейчас, наверное, возьмем какие-нибудь креветки. Здесь есть прям вообще огромные. 300 бат, да, я уже показывал цену. А есть подешевле 245 бат. Все, мы на кассе. Сейчас будем рассчитываться. Доедем до дома. И уже более подробно покажу нашу корзину. Ну, в принципе, это что-то дешевле, что-то, наверное, дороже взяли. Но вот картошка, морковка точно дешевле, чем мы берем на любом рынке. Вот такая здесь процедура. Никто ничего не выкладывает. Прям с тележки все это дело перебирают. Просто посчитают. Ага, здесь на выходе еще чек проверяют. Ставят печать. Вот такая у нас простыня вышла. Все вместе на 2672 бата. Мы, кстати, примерно так и закупаемся. 2500 у нас выходит. 2300, вот 2700. Но это без учета еще рынка овощей. О, да. Переложили в пакеты. Единственное, что я пакет поднял. Смотрите, он просто не выдержался. Сразу ручка растянулась. Но нам, в принципе, самое главное сейчас в такси сесть. И с такси уж как-нибудь там в коляску поставим. Там до дома поднимемся. Это ничего страшного. Ладно. Надо вызывать такси и ехать обед готовить. Как вам сам магазин? Тоже пишите в комментариях. Но я лично для себя какую-то особую выгоду не извлек. Так, потраченное время, деньги на такси и так далее, и так далее. Не уверен, что эта вся история окупается. Как считаете вы? В комментариях пишите. Ну вот, про что я говорю, да. Вызываем такси. Вот 104 бата туда, 104 обратно. Грубо говоря, там 200 бат. Нам нужно только на такси тратить. Так, где-то подъезжает наша машинка. Вот по карте, да. Вот уже где-то, где-то вот прям на парковке. Но вроде как будет маленькая Nissan Note. Влезем мы туда или не влезем? Большой вопрос. Правда, не там остановился. Пришлось рукой ему махать. Все, сейчас будем грузиться. Да уж, кое-как поместились. Все, едем домой. Вот так вот. Коляска, конечно, транспорт, который нас серьезно выручает. Все, друзья, мы сейчас будем готовить обед. И покажу, расскажу уже подробнее, сколько что стоит по килограммам и так далее. Ну, давайте быстренько вам пробегусь по ценам, да, покажу. Значит, смотрите. Меня больше интересует все, что на вес, да. Два кило семьсот, грубо говоря, помидоры, 127 бат. Авокадо я не знаю, поскольку они поштучно продаются. Что здесь мыло? Большая пачка сосисок с сыром. Вкусные, кстати, они здесь. Огромная пачка кукурузных хлопьев. Небольшой порошок. Макароны мы взяли. Это килограммовые лапша стеклянная. Кофе с кофем в любом маленьком магазине. Огромные проблемы нет. И только быстро расстроены. Еще пачка макарон. Рисовая лапша. Масло. Картошка, значит, смотрите. 4 килограмма 600 грамм. 163 бада. И аналогично по морковке тоже, да. 2,100 за 40 бат. То есть мы обычно покупаем за 50 бат 1 килограмм. И картошки, и это. Курица дальше 2,600, 206 бат. Дальше. Говядина. Почти 400 грамм. 114 бат. Курица у нас, значит, смотрите. Почти 2 килограмма, 1,8 кг. 115 бат. Вот это вот цены прям кайфовенькие на самом деле. Огурцы мы просто взяли в мешок, потому что дети очень сильно любят. Почти 3 килограмма, 2,970, 86 бат. Что я считаю, очень классная цена. Молоко также и стоило 15, ой, 15, 95 бат. Сыр Эдан Австралийский, кстати, на минуточку. Почти полкилограмма. Стоит он, я не помню сколько. Ну, что-то 245 бат, это настолько подсказывает. И взяли яблоки, давно не ели яблоки, соскучились, конечно. Правда, я не знаю, чьи они, надеюсь, будут вкусные. И домашнюю лапшу, собственно, которая сейчас пойдет на супец у нас. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, альфа выгодно. И вот это вот все, да, чуть ранее по чеку показывал, продублирую еще раз. Вышло на 260, 72 бата. Но сюда еще нужно накинуть 200 бат на такси туда-обратно. Я, в общем, на самом деле так и не понял, макро это выгодно или нет. Но, например, если ехать за какими-то точечными продуктами, например, там, не знаю, за картошкой, морковкой, рыбу, например, купить свежую, чтобы сразу приготовить. Да, возможно, это выгодная история, но если... Там даже макаронов выбора не было, на самом деле. Гарнир там тоже можно. Короче, что-то там можно покупать, а что-то нет. Как считаете вы, напишите там в комментариях. Вот Мирошка уже принялся огурчик наяривать. Вот он, главный помощник, да, Мирошка? Помогаешь папе, да? Молодец, сынок. Распределяй. Давай, сынок, давай. Да, сначала заплетаемся, потом расплетаемся. Вот так и как и как, как обреканец. Мы, значит, пообедали. Я такой думаю, пойдемте на море. Но нет. Погода решила нас не пускать сегодня на море. Идет дождина. Не такой сильный, но тем не менее. Пока дойдешь, здесь промокнешь. А вон с той стороны вообще затянуло конкретно. Продолжение следует...